Доброго времени суток, уважаемые любители спорта. Это подкаст без вратарей. Меня все еще зовут Павел Сергеевич. И у нас сегодня в гостях легенда омского женского волейбола. Мастер спорта, экс-капитан волейбольной команды «Спартак» Ольга Рикорьянс. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время сегодня, выбрались к нам на подкаст «Поговорить». Я долго ждал, когда вы придете, на самом деле волновался, переживал, даже стеснялся пригласить вас. Все-таки легенда омского волейбола. А сейчас от всей души вопросы. Начнем? Да. Итак. Каким образом, когда вошел в вашу жизнь волейбол впервые? Так было давно. Случайно. Так. Занималась гандболом. Опа. Да. Вот. И тоже у легендарного тренера, у Попова Геннадия Ильича. Он с женой на пару работал. В общем, ну, это гандбол. Угу. Вот. И получилось так, что, ну, прекратила заниматься. Что-то у меня там не пошло. Это, наверное, было в 76-м году. То есть мне было 13 лет. Угу. Училась в школе. И подружка меня взяла в оборот. Она была очень маленького роста. Говорит, пойдем в секцию. Ну, пришли. Нина Ильинична Вторушина, первый мой тренер. Вот она меня, когда увидела, сразу взяла в свои руки. Так скажем. И вот с этого момента только волейбол в жизни. Только волейбол. Ни о чем большем. Ни баскетбол, ни еще чего-то. Вот как-то в баскетбол меня вообще судьба не заводила. Поэтому... Хорошо. И получается так, что вот эта любовь с первого взгляда на всю жизнь, первая любовь, вы однолюб в плане спорта, получается, у нас. И как по установлению волейболистки получилось? Вы знаете, я вот сейчас очень много об этом думаю. О том, как это было раньше и как это сейчас. Сейчас 6-7 лет берут, доводят до определенного. У нас было все по-другому. Дали мяч, показали, как делать. Через год уже поставили на площадку. А через два года мне взял Владимир Васильевич к себе. И уже прям Спартак. В 78-м году он меня уже подключил к команде. Ничего себе. Это получается практически через два года, если я не ошибаюсь. Через два с половиной года. Я уже участвовала в чемпионате СССР. Будучи там девчонкой сейчас. А вот теперь давайте поговорим о волейболе в принципе. Я понимаю, что уровень волейбола в Советском Союзе – это совершенно другой уровень, чем сейчас. Вот на ваш взгляд, выше, ниже, ровненько? Ну, я не могу сказать, что он там ниже. Нет, абсолютно. Я думаю, что даже, наверное, выше уровень. Потому что он такой современный. Тот волейбол, который я играла на сегодняшний день уже в сравнении, когда вот так, кажется, что он такой какой-то, ну, более, нельзя сказать, что простой. Ну, какой-то вот. Даже вот если мы возьмем кадры, да, вот самые там, когда самое-самое вот начало волейбола, когда там играли, потом наш волейбол, он казался таким прямо, как бы, серьезным, совершенно другим. И вот точно такое сейчас. Вот я смотрю настоящие игры и вспоминаю наши. Ну, во-первых, и правила другие. И физические возможности спортсменов, они совершенно другие сейчас стали. Поэтому не знаю я даже, как ответить. Наверное, все-таки нынешний волейбол, он такой более современный, я думаю. А Ольга Крикарина сейчас вписалась бы в команду? Как игрок? Ну, вписалась бы, но только не в тот, не в то амплуа, в котором я играла. Так, давайте будем разбираться, в каком амплуа вы играли в команде «Спартак». Но сейчас, в данный момент, это амплуа называется «Центральный блокирующий». Раньше таких терминов не было. Я была игрок первого темпа. А если сейчас брать и адаптировать вас в команду «Амичка», кем бы вы были по функционалу? Вы знаете, я бы, наверное, только под «Либера» подошла. Так, хорошо. Через два с половиной года вы дебютировали в профессиональной команде во взрослом волейболе. И потом, я так понимаю, что постепенно стали капитаном команды и попали в молодежную сборную страны. А попасть в молодежку сборная Советского Союза – это честь, во-первых, как минимум. Это уровень мастерства. Это два. И, на мой взгляд, это, конечно, гордость. Ну, да, совершенно правы. В 79-м году, после окончания чемпионата СССР в 78-79, меня пригласили сначала в сборную России. Мы выиграли в Ташкенте спартакиаду школьников. РСФСР, наверное, так правильно звучало, да? Да. А затем Николай Васильевич меня уже пригласил в сборную, на общий сбор, когда в «Алуште» собирались взрослые игроки, которые готовились к Олимпиаде 80. Ну, и нас тоже там брали, чтобы посмотреть, что это очень сложно. Да. Сложно? Я очень… Я это помню, как сейчас все от и до. Очень сложно, очень тяжело. Ну, интересно. Очень. А как кто-то в команде, может быть, брал на два мишевства? Может быть, кто-то помогал из девчонок постарше? Ну, да. У нас вообще Шумаков, вот, в «Спартаке», он всегда приклеивал старшего к младшему. У него еще была такая методика селить всех не так, как кто-то там хочет. А вот, допустим, капитан, там, какого-нибудь молодого игрока ей. Вот у меня часто очень с Любой Кудрявцевым, может быть, вы знаете такую фамилию, Любовь Кудрявцевым, первый мастер спорта в Омске. Это такой воспитательный процесс получается. Да, да. Технология, да? Это не так просто. У него были очень свои такие методы, он их применял и таким образом… И удачно получалось, да? Ну, знаете, наверное, да. Потому что мы на что ориентируемся? На результат. Согласен. Какими методами это будет достигнуто, это уже… Все методы потом будут положительные, так скажем, если будет результат. Хорошо. Сборная страны, но ложка дегтя в бочку меда. А что не получилось? Почему не удалось зацепиться и дальше выступать за национальную команду? Наверное, юношеский максимализм. Николай Васильевич, он же меня перевез к себе в Сверловск. Тогда еще Сверловск был. Давайте мы озвучим Карполь, это великий Карполь. Да, великий Карполь. Может быть, кто-то не понимает. Карполь.85. И я у него тренировалась, и он большие надежды на меня возлагал. Но тоже сейчас уже с высоты своего возраста, я так анализирую свою волейбольную жизнь, перспективы были очень большие. Потому что в 80-м году как раз я заканчивала школу, и меня просто разрывали. Разрывали в разные клубы. И в ЦСКА, и в Динамо, и в Минск, и в Одессу, и в Медина. Куда только они звали. Везде были приглашения. Но я вот как-то все сидела, сидела. Потом приехал Николай Васильевич прямо ко мне домой. На улицу 50 лет в ЛКСМ. В Чекаловском поселке. Собрал мой чемодан и... Взял за руку и вылез. Ну, потому что мы понимали, вернее, они понимали, тренеры тогда, что они могли потерять игрока просто из России. Я могла уехать в какую-нибудь республику. А ну, конечно, чемпионат СССР. Все это вроде как одно целое, но тем не менее республика есть республика. Конкуренция была своя. Да. А внутренняя приличная. Ну, в общем, родители мои были не против. И я уехала. И мы, молодежная сборная, готовились к чемпионату мира. Ну, перед этим 79-е, 80-е, 81-е. Это все было посвящено молодежной сборной. Вот мы полгода были на сборах, на различных турнирах. Дружба. Такой турнир проводился. Он как бы ежегодно. Сейчас, мне кажется, его возрождают. Вот. И мы вот, такой вот был период подготовки к чемпионату мира. Но возникли большие сложности у меня в плане того, что... Вот, видимо, то, что детский волейбол у нас тогда не работал над техникой. Ну, наши тренеры, они не ставили на это. То есть, если мы сейчас планомерно... У нас есть теория подготовки, и этой теории соответствует себе, допустим, школа волейбола. Там сначала мы это, таким образом. Ну, в общем, тогда этого же не было. Вот дали мяч, играешь, вот так нападать, вот так принимать, вот так в защите сыграть и так далее. Ну, где-то там постучал по стенке, возле стеночки, значит, вроде ничего. Николай Васильевич, он... А он вообще технарь. И он увидел в моем нападающем ударе, в технике нападающего удара, не то, что он бы хотел, чтобы я умела делать. И он меня начал переучивать. То есть, совершенно другая техника. И мы работали часами возле стенки, все отрабатывали. А динамический стереотип, наверное. И к чемпионату мира я подошла уже с таким, так скажем, поломанным нападающим ударом. И не попала в состав. Тем более, чемпионат мира был 60-61 год, тогда он именно. Сейчас Ю там 18, Ю-19. Тогда четко было 61-62. Я была 62-го года. А, чемпионат мира был 60-61, я была 62-го. То есть, я там вообще так притык. Еще олимпийские чемпионки у нас играли в составе 60-го года, девочки. Вот. Я не попала в состав. Сидела на скамейке, очень сильно переживала. И, как это говорят сейчас современным языком, произошло выгорание, правильно? Да, да. Выгорание. И вот тогда я совсем молодая. И, ну, вот как-то так подломило меня. Это очень сильно. И я решила уехать домой. Вернулась домой. Хотя были большие попытки и со стороны игроков, и со стороны Николая Васильевича вернуть меня. Но приняла я такое решение вернуться в Спартак. Вот. То есть, как говорится, на карьере своей я поставила крест. Ну, что было, то было. Что было, то было. Дальнейшая ваша карьера в клубной, она ведь была разнообразна, насколько я понимаю. Вы поиграли в разных командах. Ну, я играла в Спартаке в дальнейшем до 87-го года. Вот. В 87-м году, в 88-м году у меня родился второй ребенок, и я уже не стала возвращаться. Занялась, ну, профессионально, так скажем, работой в спорте. Я работала сначала методистом в детской спортивной школе, поработала немного тренером. Ну, в общем, вот такое поприще было. Ну, а тяжелые 90-е, они, конечно, там все поменяли. Ольга, ну, вот ведь у вас сумасшедший опыт. А не было желания вот так закрепиться в тренерской работе, передавать свое мастерство? Ну, вы знаете, не каждый игрок может быть тренером. Это, наверное, не обо мне. То есть, либо дано, либо не дано. Да, я думаю, да. Тренером, может быть, даже хорошим тренером не обязательно хороший игрок. Кстати, об этом очень много сейчас говорят, да, действительно. Возвращаясь к нынешнему волейболу. Скорости другие, игра другая, динамичная, мобильная, физика другая, функционалочка у девчонок. Ну, я к чему все это? К тому, что вы же смотрите, я так насколько понимаю, практически каждый матч, да, нынешняя мячка, стараетесь посмотреть. Вот, как вы считаете, в правильном ли направлении, это сейчас личное мнение человека, да, оно как бы никуда по большому счету не выносится, но в правильном направлении играет команда, идет команда, развивается команда? Ну, мне кажется, совершенно все правильно. Мне очень нравится команда, мне очень нравится подбор игроков. В общем, я довольна тем, что наши девочки омские присутствуют, и причем не просто присутствуют, а играют на площадке, на уровне. Потому что я всегда считала, что, да, хотелось бы видеть своих игроков, чтобы больше их было, но, как говорится, нужно и у кого-то учиться. И поэтому девчонки молодые должны набираться опыта на площадке с такими игроками, вот, как сейчас у нас, я считаю, что очень хорошие игроки, и есть чему поучиться нашей молодежи. Вот мы проговорили тот самый блок о волейболе. Больше я вас по этому поводу мочить не буду. А вот теперь, а вот теперь давайте мы поговорим. Итак, вопрос, ответ, ну, можно как-то немножко там более широко его развернуть, этот ответ. Итак, начинаем с семьи. Что для вас семья? Это место силы? Да. Семья или работа на первом месте? Я сам не могу на этот вопрос ответить для себя, если честно. На сегодняшний день семья. Семья все-таки, да? Хорошо. Свободное время у Ольги Крикоренц бывает? Конечно. А чем занимается Ольга Крикоренц? Может быть, хобби, вязание макроме, семечки, ну что? Семечки люблю, но зубы бережем. Так. Вот, макроме вязание – это не мой конек, так скажем. Свободное время, ну, вы знаете, я в последнее время начала читать больше гораздо, чем раньше. Потом мы с мужем 4 года назад переехали в свой дом, а в своем доме есть чем заняться. Забот много, согласен. И это доставляет мне огромное удовольствие. Тут же там небольшой огородик, где-то. В общем, чтобы вот какое-то такое вот хобби у меня было, наверное, нет. Я такой разносторонний человек. И тем могу позаниматься и этим, и сериальчики посмотреть, книжки почитать. С пылесосом побегать. Хорошо, а вот идеальный свободный день, Ольги Крикорианц, как начинается и как развивается? Ну, вот прямо вот отдых. До скольки спим? Во сколько встаем? Ну, прошли те времена, когда мы спали до обеда. Сейчас мы встаем очень рано, тем более у нас два есть питомца домашних, которые уже бегают вокруг кровати и поспать тебе на полчаса больше не дадут. Ну, в принципе, это особо не составляет трудностей. Мы с удовольствием гуляем. Идем в выходные дни. Мы с Дмитрием Ганесовичем идем вместе, с собачками гуляем. Долер ТШ в зимнее время, очень мне нравится там. Затем мы с ним завтракаем. Мы завтракаем с ним всегда вместе. Независимо от того, это было, когда он работал в министерстве или сейчас, мы с ним встаем в одно время, завтракаем. Потом он уходит на работу, в том собираюсь, ухожу я. Это традиция такая. Да, это традиция. Даже какая-то такая получилась, вот именно живя в доме. Все-таки как-то в городе было немножко не так. А сейчас вот у нас таким образом. Ну, а свободный день мы вот, и мы с ним очень любим готовить. Он-то вообще, у него это на генетическом уровне заложено. Вот, мы очень любим приглашать друзей. То есть он любит вот накрыть стол, чтобы все было вкусно, красиво. И вот это тоже мы чаще всего делаем в выходные дни. Поэтому мы гостеприимные, так что приходите в гости. Спасибо. Обязательно воспользуюсь вашим приглашением. Ольга, вы выглядите великолепно, в отличной физической форме. Вы чем-то поддерживаете себя как-то? Занимаетесь? Нет, я сейчас ничем не занимаюсь. У меня вот ходьба с собачками. Так, люблю походить, погулять. И огородик. Огородик, да. А на огородик, если не секрет, что у нас? У нас есть теплица, мы выращиваем помидоры, огурцы, зелень, морковку, свеклу едим зимой свою. Это класс, это здорово. Соцсети – это зло или это образ общения нынешней молодежи? Ну, и, кстати, не только молодежь. Да, это… Нет, это не зло. Это потребность современного мира, так скажем. Способ общения, наверное, доведения информации до людей. Нет, я против сетей ничего не имею. Только в зависимости, если уж попадает человек только сильно, это, конечно, плохо. Надо как-то ограничивать себя. Отсылка к спорту еще одна. Вы когда были… Ну, вообще спортсмены – люди суеверные, согласитесь. Вы когда занимались профессионально спортом, у вас были какие-то приметы, я не знаю, там, завязать правый кроссовок сначала, а потом левый, там, выйдя на площадку с правой ноги, с левой, не знаю, что-то еще. Какие-то такие… Вы знаете, у меня лично нет. Я вот даже что-то и не припомню такого, чтобы вот было как-то… У всех по-разному, но я вот у себя каких-то вот особых таких вот не вспоминаю. Вы романтик? Да, да. А в чем проявляется романтик? Романтизм. Романтизм? Да. Ну, это вечер при свечах, например. Так. Какая прелесть. Да. Прогулки с любимым человеком. Ну, не знаю я, в чем романтизм. Романтик я и все. Хорошо. А что такое женское счастье? Женское счастье – это когда счастливы твои дети. И когда милые рядом. Естественно. Как в твоей песне. Да. А хорошо. А женская дружба вообще бывает? Да. Да? Однозначно. Прям вот… Мои подружки, я, несмотря на то, что я уже в возрасте, как бы вроде какие подружки, да? И какой возрасте? Но у меня есть подружки. И именно те, с которыми я начинала играть в волейбол. А, то есть это отцуга тянется, да? Ух ты! Больше сорока. Мы встречаемся очень часто. Вот. Хотя, конечно, хотелось бы еще чаще, но так жизнь складывается все своими какими-то сейчас тем более проблемами. Кто-то заболел, кто-то ногу сломал, кто-то еще что-то. Но, тем не менее, вот наш костяк, который был у, наверное, Тороповой Маргариты Петровны перед Шумаковым. Потому что у нас получилось так, что от Тороповой в команду «Спартак» сначала перешла я, потом взяли Артюшенко и Лена, чемпионка Европы, кстати, 79-го года, молодежно. А потом перешли еще несколько девушек. Вот. И мы вот с тех пор с ними и дружим. А как же говорят, что друзей много не бывает? Ну, их немного. Вам достаточно. Хорошо, Ольга. Сейчас вопрос не в бровь, а в глаз. Я обещал, что просто не будет. А вот назовите мне, пожалуйста, поступок, за который вам стыдно до сих пор. Ой. Есть такой. Так. Ой. Было это дело в школе. Так. Мой тренер пришел в школу, стучится в дверь, открывает, говорит, здравствуйте, а можно, пожалуйста, Ольгу Якимову? Я тогда Якимова. Я понимаю, да. А ему говорят, а ее нет, она на соревнованиях. А Ольга Якимова в это время спала дома. Я это очень помню. Ну, не могу сказать, что мне сильно стыдно. Ну, вот такое какое-то чувство такое, когда меня раскрыли. То есть я тренеру сказала, что я в школе. В школе я сказала, что я уехала на соревнования. А сама дома спать, спать, спать. Лучший день, Ольги Крикорьянцы. В каком плане? В плане, за что вы гордитесь? Может быть, это когда вы примерили форму сборной страны. Может быть, это капитанская повязка Спартака. Может быть, это рождение детей. Может быть, это свадьба. Может быть, это какой-нибудь Новый год или день рождения. А может быть, это ряд каких-то событий. Так сложно сказать про лучший день. Про день, когда мне было стыдно, я помню. Их было очень много, в принципе. Я не могу сказать, что он там один или два. У меня было очень много ярких дней в жизни. Ну, конечно, рождение детей – это само собой в женщины. Это незабываемое. А у меня их трое. Сами понимаете. Это уже три дня. Так. Замуж вышла последний раз. Четыре. Четыре. Ну, не знаю. Вот не знаю, честно сказать. Вот какого-то такого яркого, чтобы прямо вот запоминающийся. И вот я бы могла сказать, что это вот самый лучший день. Заходил вчера. Наверное. Будем так говорить. Согласен. И заключительный вопрос. Ольга, вот скажите. Ну, мы же все понимаем, что вот фантазируем. Если бы у вас была машина времени, и вы бы переместились туда, в прошлое. Что бы вы изменили в своей карьере спортивной? Именно в спортивной? Да, именно в спортивной. Ну, наверное, бы я не уехала из Уралочки. Потому что шанс стать олимпийской чемпионкой я упустила. Но зато у вас столько... Зато у меня такая насыщенная жизнь. Спасибо большое. На самом деле все очень интересно, здорово. Друзья мои, это был подкаст «Без вратарей». Меня все еще зовут Павел Сергеевич. Это была Ольга Крикарен. Спрошу любить и жаловать. Очень интересный разговор. Насыщенный. И что самое главное, от души. Ну, а я напоминаю, что все, что мы здесь наговорили, это было сказано в пресс-центре Министерства по делам молодежи, физико-культуры и спорта Омской области, в студии МС, где, правильно, место силы. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok